Глава двенадцатая И упрекали Мариам и Аарон Моисея за жену Ефиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя Ефиоплянку. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам? И услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме, «Выйдите вы трое к Скинии собрания». И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе и стал у входа Скинии и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба. И сказал, слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я, открываясь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно о невгаданиях и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. И облако отошло от Скинии, и вот Мариам покрылась проказою, как снегом. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею, господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела. И возопил Моисей Господу, говоря, Боже, исцели ее. И сказал Господь Моисею, если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться семь дней? И так пусть будет она в заключении семь дней вне стана, а после опять возвратиться. И пробыла Мариам в заключении вне стана семь дней. И народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мариам.